Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодняшняя выпечка из разряда быстрых рецептов. Нужно лишь все размешать, поставить в духовку и через некоторое время звать всех к столу. Я думаю, этот шоколадный пирог выручит вас, когда нужно что-то быстро приготовить к чаю, а заморачиваться не хочется. При желании в тесто вы можете добавить орехи, сухофрукты или замороженные ягоды. Смотрите список ингредиентов под описанием к видео. Итак, в первую очередь просеиваю муку с порошком какао. Сюда же отправляю сахар, соль и ванильный сахар. Для удобства я беру сначала одну чайную ложку соды, счищая ножом все лишнее, а потом еще половину. Кладу яйца. Кстати, отмечу, что все продукты должны быть комнатной температуры. Выливаю молоко и рафинированное подсолнечное масло, можно взять оливковое. Далее взбиваю все до однородности, сначала на маленькой скорости, а потом увеличиваю. В общей сложности взбиваю минуты 3. Вливаю яблочный уксус, можно взять любой, главное, чтобы он был 6 или 9 процентный. И хорошенько размешиваю. Тесто готово, оно не должно быть сильно густым. Выливаю тесто в смазанную маслом форму, у меня форма 30 на 20 сантиметров, и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40, а вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя пирог на готовность деревянной палочкой. Пока пирог остывает, делаю глазурь. В кастрюльку положила порошок какао, добавляю сахар и по желанию что-нибудь спиртное, коньяк или ликер. Вливаю немного молока, его я буду добавлять постепенно, регулируя густоту глазури. Размешаю и при необходимости добавлю еще молока. Далее отправляю на плиту и буду держать на умеренном огне, непрерывно помешивая. После закипания варю буквально 30 секунд, не переставая помешивать. В горячую массу кладу кусочек сливочного масла, размешаю. Переворачиваю пирог вверх дном и на нижнюю часть наношу глазурь. Если хотите, поверхность можно выровнять. Я к этому особо не стремлюсь. Сверху посыпаю лепестками миндаля. Их можно заменить просто дробленными орехами или чем-нибудь еще по вашему вкусу. Пирог у меня еще не остыл до конца, но он хорош как в теплом, так и в полностью остывшем виде. Пирог получается очень вкусным, нежным и мягким по структуре. Он такой пористый и воздушный. Кстати, если хотите пирог повыше, возьмите форму меньшего размера. На основе этого коржа можно сделать торт, разрезав его вдоль пополам и промазав каким-нибудь кремом или той же глазурью, увеличив ее количество. И самое главное, что стоит подчеркнуть, ни запаха, ни вкуса соды в этом пироге нет. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. На моем канале вы также найдете множество других рецептов не менее вкусной, простой и быстрой выпечки. И не забудьте подписаться на мой канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.